Ребята, всем привет! Сегодня у меня день рождения. Угадайте, кого же мне подарили? И это еще один басик. И в этом ролике я сниму вам небольшой обзор на него. Итак, для начала немного рассмотрим саму коробочку. Она у нас картонная и перевязана вот таким красивым бантиком шоколадного цвета. Сбоку присутствует бирочка, басик энд ко и глазик басика служит здесь буковкой О. С каждой стороны имеется по 10 дырочек, чтобы басик через них по легенде мог дышать. Здесь также есть бирочка, на которой, кстати, есть ценник. Этот басик стоил 1500. Потом здесь у нас была вот такая вот этикеточка, тоже басик энд ко, но она такая тканевая уже. Сзади паспорт, конечно же, он на всех коробках имеется. Здесь можете поставить на паузу и прочитать. А вот с этой стороны тоже есть небольшая таблица. Тут также написана информация о басике, но более краткая. Ну что ж, вот мы рассмотрели коробочку. А теперь, я думаю, вам будет интересно посмотреть, какой же там басик. И давайте же развяжем бантик. Итак, посмотрите, какой же он милашечка. У меня басик 22 сантиметра, и он продавался вот в такой вот оранжевенькой курточке и штанишках в полосочку. Теперь подробненько посмотрим на самого басика. Вот такой вот он милашечка. У него очень красивая мордочка. Она такая вся пушистая, да и сам он весь приятный на ощупь. У него есть вот такие усики с каждой стороны по три штучки. Глазки медового цвета, да и вообще он просто милаха. Как я уже говорила ранее, костюм басика состоит из курточки ярко-оранжевого цвета, а также из штанишек в полосочку. Для начала рассмотрим курточку. Она застегивается на три заклепочки золотого цвета. Они довольно легко расстегиваются, а также застегиваются. Еще на курточке есть вот такие вот кармашки. Они тоже с заклепочками, но они здесь никак не защелкиваются, зато карманы настоящие. Сюда правда можно что-то положить. Например, басик захотел купить себе какую-нибудь там конфетку или мороженку. И в карманчик можно положить монеточку. Раз, она никуда не денется и басик может спокойно пойти в магазин. Также на курточке много декоративных швов. Например, они есть на рукавчиках. Они, кстати, здесь подвернуты и отвернуть их не получится, так как они там пришиты. Снизу курточки, здесь сбоку, на кармашках и также на воротничке. Кстати, о воротничке. Вот так вот он выглядит сзади и спереди. Он очень аккуратно здесь пришит. Все выглядит очень красиво и по желанию кому нравится, можно вот так вот его поднять. Но мне больше нравится, когда он опущен. Вот так все швы выглядят изнутри. Все очень аккуратно, нигде не торчат нитки и это очень хорошо. Теперь посмотрим на штанишки. Они самые обыкновенные и долго рассматривать мы с вами их не будем. Они сделаны из другой ткани, нежели курточка. Они такие более тоненькие, легенькие. Как я уже говорила, они в полосочку. И у них более бледненький такой оранжеватый цвет. А сверху на них присутствует резиночка, чтобы они не спадали с басика. И конечно же сзади имеется дырочка для хвостика, которая качественно обработана и нигде так же, как и у курточки, не торчат нитки. Последнее, о чем забыла сказать, это вот такая бирочка, которая присутствует на каждой одежке басика. Теперь посмотрим, как басик выглядит без одежки. Готово! Вот такой вот басик. На животике у него есть вот такая вот вышитая бирочка, на которой написано басик энд ко. На передних лапках присутствуют вот такие вот коричневенькие подушечки. И на задних лапках тоже самое, но только здесь помимо подушечек еще есть вот такие коготочки. А сзади есть вот такая этикеточка бодибаса, также здесь их есть сайт, а с другой стороны написано, что можно делать басиком, а что нельзя. Ну что ж, ребята, мы уже рассмотрели всего басика. Я надеюсь, этот ролик вам понравился и вы тоже захотите себе такого басика. Ну а я очень довольна своим подарком и надеюсь, что вы поставите под этим видео лайк, а также подпишитесь на наш канал. И не забывайте переходить по ссылочке в описании на мой инстаграм. Там много классных фотографий с басиками и со мной. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok